Обсудили на совещании в мэрии спортивные планы, а заодно подвели итоги зимнего сезона. Как отчитался начальник управления физкультуры и спорта из полкома Романа Срединов, зимой в Автограде состоялось более 150 соревнований и мероприятий различного уровня, в которых приняли участие более 46 тысяч человек. Одной из самых массовых площадок стал каток Медео. По подсчетам специалистов, минувший зимой более 92 тысяч челнинцев и гостей города встали на коньки на катке Медео. Подтвердили многолетнюю репутацию массового спорта и лыжи. Однако с наступлением весеннелетнего сезона начинается новая работа. Наряду с летними стартами в Автограде планируется появление новых спортивных площадок и кортов. Появится еще 7 новых спортивных площадок в школах номер 9, 45, 54, 58, Калкан, а также комплект уличных силовых тренажеров в парке Прибрежный в районе освещенной лыжной трассы и новый универсальный хоккейный корт с трибунами и раздевалками на территории школы номер 12. Сейчас в Автограде работают более тысячи спортивных сооружений, в том числе и на открытом воздухе. И в ближайшее каникулярное время площадки должны быть рентабельны, в первую очередь для подростков и молодежи. Наступает каникулярное время. Соответствующим образом активную работу нужно организовать в детских оздоровительных лагерях. Если нужны на это финансовые ресурсы дополнительные, давайте посмотрим, что нужно для того, чтобы стимулировать призы, подарки, массово привлекать к этим видам спорта. Всего же летом в городе планируется проведение более пяти спортивных массовых мероприятий для любителей всех видов спорта, начиная от бега и заканчивая плаванием. Первым стартом станет соревнование по спортивному ориентированию «Российский азимут», которое состоится уже 18 мая в парке Прибрежном.